Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Fallout 3, и сейчас я, пожалуй, ну, мы в прошлой части добрались до доктора, не помню как его фамилия, и поговорили с ним, но я, кажется, не во всех местах побывал здесь, поэтому я сейчас быстренько пройдусь по ним, может быть, я что-нибудь найду. Вообще, надеюсь, не муравьёв, но хотелось бы что-нибудь ценное найти хотя бы. Ну, или не хотя бы, хоть что-нибудь, чисто для разведки, чтобы всё метро было примерно зачищено, надо проверить и остальные места, где я не был. Конечно, блин, странно, туман выглядит, как будто невидимые человечки. Тупо звучит. Так, а кстати... Боже ты мой... Блин, ещё один. От дерьма. Сейчас, пидется. Стреляю. Откуда ты, маленький мой? Тебе вообще видно не было. На, говнюк. Да, уже перезаряжаться плохо стало. Это норм. Так, здоровья у нас примерно хватает. Я думаю, выживем. Тебе сейчас этого так... Бам! У-у-у, здоровья у него много. Но он стоит, это радует. Это как в тире, по тарелочкам стреляет неподвижно. Так, у меня скоро патроны кончатся. Пробраться за пистолет у нас. О, патронов как раз нормуль. Сейчас такой, пааааа... Ух ты, как его разнесло. Отлично. Кстати, может быть... О, ещё дверь. Тут. Скорее всего, тут выход будет. Или... Хрен его знает. Так, я выйду здесь, чтобы чекпоинт появился, ну, на карте. И зайду по новой. Ну, какие-то перестрелки. Мне это не нравится. И они оба агрессивные. Рейдер. Патронные. Револьвер. К чёрту. О, 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 о. Всё, 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 назад уходим. Так, посмотрим, где я на карте. Тут окажусь. Странно. О, кстати, там... Не агрессивный чувак. Всё равно мне страшно тут ходить. Ой, сейчас меня шлёпнут. О, боже мой, это мутанты. Блин, зря я сюда спрыгнул. Охотничье ружьё. О, патрончики-то хорошо. Ладно, попробую. Паладин, братство стали. Я думаю, ты прав. Я, конечно, могу подождать, пока его убьют и забрать его бронику, но... Или убить попробовать. Да, я буду пытаться убить его. Когда у него останется мало здоровья, я его шлёпну и получу весь опыт. Вот я хитрый, да? Правда, с таким здоровьем это будет тяжело сделать. Пошёл, пошёл, чисто проверить так. Остальные места называются. Что ты тут стоишь? У тебя нету патронов? Это уже всё. Плохо. Ой, бедняжка, ладно. Вес 8. Так, ну это, конечно, всё замечательно. Классная броня, но... Вес у неё, конечно... Вес у неё, конечно, жестокий. Лазерную винтовку я заберу. А остальное брошу и побегу отсюда. Если колоннами пробегу, то смогу... Ой-ой-ой-ой-ой. Беги-беги-беги-беги-беги, красавчик. Так, отлично. Разжились припасами. Надо сохраниться и идти. Значит, супер-мутанты и братство стали. Ух ты, тут ещё есть путь. Ну, замечательно. Мне проще дверь открыть, чем терминал взламывать. А может и нет. Что-то, куда я иду? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, это я заберу. И у меня максимум веса. Речь плюс 10, удача плюс 1. Откровенная пижама. Ладно, я её заберу. Патроны, картечь, аптечка, стимулятор. Что это такое? Потрошитель. Нож какой-то. Ладно, возьму. Сейчас придется, конечно, выкидывать что-то, но... Всё, что мне кажется интересным, я заберу. Так, ладно, костюмы. Вот этот шлем выкину. Защитный костюм, защитный костюм. Вес 5, стоимость 100. Ладно, наверное, бронекомбинезон убежища выкину. 15 весит. Это ещё зачем? Ты ещё кто такой? Второй раз повторять не буду. Дай мне откровенную пижаму. Что за бред? Хотя бы заплати мне за рецепт. Не пойдёт, это моё. Приди и возьми, если селёнок. Касноречие использую. Ладно, ладно. Досадно. Очевидно, это твоё. Ну, эээ... Ты погоди. В следующий раз я миндальничать не буду. Да, да. Иди своей дорогой. Какой странный дядька. Знаете... Это метро... Чертовски большое. У-у-у... У-у-у-у... У-у-у-у-у-у... Иначе... Блин, ты что? Давай, иди, 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 воюй. Сюда! Где? Достаточно! Достаточно! Так, пусть он по этому стреляет, потом я его добью. Нет. Не удался мой план. Пистолет очень неметкий. Но получилось. Сейчас посмотрим, что у нас у этого дядетеньки. Болта есть. Ружьё, патроны. Патроны — это хорошо. Да, муравьи тут есть. Разбежались уже. Уильям. Батарея, ключ. Лазерный пистолет взять, не взять. Три всего вес. Я не буду. Так, тут у нас дырка, откуда они лезли, типа. И тут последний... Нет, не последний проход. Стоп. Вот это я даю. Хочешь что-нибудь добавить в гипотезе? Гипотезе добавить? Иди в жопу. Так, ну ладно, два пути мы нашли к доктору. Там у него за ним дверь. Я думаю, там у нас будет продолжение эти все стражи. И так далее. Но тут мы ещё не всё вроде проверили. Поэтому я ещё пройдусь подальше назад. Мне кажется, я там пропустил пару дверей. И тогда уже всё. Ну, как бы вот сейчас мы ничего особого не находим, не проходим. Но в то же время качаемся и находим... Ну, как бы такие... Немножко врагов для прокачки, немножко дверей и замков для прокачки. Патрончики, конечно. Даже вон винтовку забрали. Так, я отсюда что ли пришёл? Если да, то там у меня направо очень много ещё места, куда пойти можно. Так, вроде я тут шёл, да? Вот этот радиатор искрящийся. И вот тут я не пошёл. То есть, наверное, не соединены эти места. Что в шкафу? Говно. Думаю, тут будут муравьи. Вон один. Но я их тут... Вижу на карте, на радаре два. Пусть так стреляет. Очень мятко. Обожаю его. Ну вот, патронов 10-миллиметровых почти не осталось. Он упал? Да, похоже, обходит. Сейчас по лестнице поднимется умный. Или тут нету лестницы? Кроме этой. Есть. Много раз тыкать на мышку, чтобы так быстро стрелять. Утомитель. Умирай. Дерьма ты кусок. Да, боже ты мой, ну... Так, замечательно. Патроны кончились. Картечь, да? А, но дробовики вообще в плачевном состоянии. Китайский автомат меня спасет. Тут ему немножко, этому муравью осталось. Хотя мне тоже... Все, сохраняемся, спускаемся. Хотя пространство тут большое. Очень небезопасно. А мне еще со стражами драться. Я представляю, насколько они сильные. Типа, а, ну ты тут легко пройдешь, убьешь маленьких муравьев, и все хорошо. Конечно. А на самом деле будет насасывание, если здесь, то и там еще больше. Ну все, тут ничего нету. Вообще зря шел. Совершенно. Не читайте, что это сейчас за железки. И два тоннеля, да? Они соединены, по идее. Или нет? Так, я тут выход... Ага, понятно. Все, 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 понял. Ну ладно, идем к доктору и продвигаемся дальше. Да, я не думал, что метро тут такое глубокое будет. Главное не потеряться. Так, ну вроде пришли. Вот этот вход и дверь. Не думаю, что могу дать ответ у меня. Не надо. Хотя можно, конечно, его послушать, но что-то так лень. Херню какую-нибудь расскажет. Ух ты, черт возьми. А если эти все стражи будут разом в пятером? Так, квик-сейф больше не юзаем. Если только убьем одну. О, они все помечены еще. Планшет, свинцовая труба. Это еще темно, так достаточно. Ну, пещера в стиле, как в школе была, тоже с муравьями. Правда, там муравьи были попроще. Ну, одного я убил. По-моему, это даже... Не, это даже... Правда, не страшно. Точнее, это страж. Их же четыре осталось. Значит, скорее всего. Или нет. Скоро мы это узнаем. И оптики-моптики. Сейчас как... Стоп-стоп, тут надо делать... Все по-хитрому. Что это такое? Лазерная мина? Крышка мина? Что это такое? Ладно, я попробую заюзать. И как она взрывается? Ха, красава. Тогда у нас есть шансы. Ублюдки. Три осталось. Удачи, говн на кусок. Засмотрелся на робота. Ну ладно, минус один. Похоже, попробуем походить с лазерным пистолетом. Патронов у нас много от него. Пошел в жопу, а? Он хотя бы меткая. Но... Урон, по-моему, наносит вообще никакущий. Да. Брес. Может, у меня есть обычные... Да, мины есть. Главное... Так, так, я и умру. Стимулятор. Ну иди сюда. О, я им, по-моему, ноги сломал. Ну и где взрыв? Взрыва не будет. О, есть. Ладно, возьмем... Охотничье ружье и постреляем по-последнему. Может, матку тоже шлепнуть к черте? Ну, давай, иди сюда. И последний, и последний. Ух уж я изощряюсь, чтобы пройти это место. Уровень, наконец-то. Может быть, пора прокачивать... Так, а что у нас легкое оружие? Это... Пистолеты, винтовки, боевые дробовики. А тяжелое оружие это... Гранатомет, огнемет. Ага. Не могу, мне очень надо прокачать это. Так. Халявщик. Ну, вот это неплохой вариант. Бои припасов больше находить. Третий судья. Ничего себе, каждый... Уровень 15 очков. Так. Так, раз, сопротивление-то ладно. Стойкость. Остальное вроде было. Может, интенсивную тренировку прокачать еще? Хотя, я хочу, наверное, в данный момент прокачать стойкость и быть более таким бронированным, как сказать. Ну, с роботом, по-моему, поговорить можно. Тут у нас... Блин, что это такое? Ну, маткой, я надеюсь, драться не будет. По идее, ее охраняют для того, чтобы... Ну, потому что она сама не может, наверное, ничего... У-у-у... Класс. Ты, сучка, офигела, что ли? Шикарно. Ладно, сделаем все правильно. Стал сбой, невидимость. И делай тут, что хочешь, называется. Она сейчас она не увидит. Только что мне тут надо делать? Эй, как ты меня видишь? Как ты меня видишь, говно кусок? Что мне сделать тут надо? Извините, голос не опознан. Понятно, понятно. Наука для всех. Что это такое? О, патроны, отлично. Пошла в жопу. Я пытаюсь активировать емкость. Да вы что, издеваетесь? Мне 50 надо. Наука, сколько у меня есть? Может, я смогу что-нибудь принять, как обычно? Заметки. А, да. Наука, 50. У меня 30. 20 мне хрен, что подымет. Ну, я, конечно, посмотрю, но вряд ли. Наука, наука, наука. Холодное оружие, ремонт. Так, если в помощи. Ну, вот, когда интеллект плюс 5, мне кажется, и наука будет поднята очень сильно. Ладно, я проверю. Хрен с ним. Ну что ж, тогда придется ее шлепнуть, да? Ау. Да я ее никогда не убрал. Нужно вечно бегать вокруг и стрелять. Хотя, зачем бегать и стрелять? Она очень неподвижная. Иди сюда, моя крошка. Что это было? Почему я постоянно, постоянно какой-то херней страдаю? Ой, счастливый я человек. Ой, счастливый. Базуку бы мне. Бомбочку. Босс. Ау. Я тебя сейчас порежу. Разрублю на куски. Ей вообще урод не наносится. Может, есть какое-то место где-то? Ну, понемножку. Ну, я окей. Сколько ж мне опыта за это дадут. Просто лучшие моменты моей игры. Плевать я хотел на ваши опыта. Если я не могу сломать терминал, то... Не доставайся ты никому. Ой, лапку повредил, ничего себе. Ну, два деления. Скоро у меня этот нож сломается, черт. Тридцать три опыта. Тридцать три опыта. Чё у неё внутри? Наверное, нужно мне это. Где этот робот? Что ты тут делаешь? Извините. Голос не опознан. Сейчас зарежу. Что мне... Манометр. Зачем он мне тут нужен? Ой, бред. Ладно, загружаемся. Сейчас заберу, короче, тихонько так патрончики. Оп. Оп. Книжечку. И всё. И домой. Кошмар какой. Ну, надо запомнить. Может, я сюда ещё вернусь когда-нибудь. Хотя... Вряд ли. В любом случае, это было интересное приключение. И для себя я матку убил. Конечно, потом загрузился, но... Как видите, у меня хороший есть потрошитель, который разрубает пополам за минут 10. Так, где ты? Моё снаряжение позволило мне обнаружить изменения в яслях муравьиной матки. Что произошло? Майороподозакончено, доктор. Изумительно. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Стражи гнезда мертвы. Тогда я немедленно пойду к своему портативному терминалу и внесу необходимые изменения в формулу мутагена. Спасибо тебе огромное за всё. Ты, оказывается, очень полезный лаборант. Что мне нужно сделать с Брайаном Уилксом? О, всё выполнил практически. И что вы будете делать теперь, доктор? Давай узнаем. Ну, я продолжу исследование. Должен быть способ уменьшить эти создания до их прежнего размера. До тех пор, если ты надумаешь навестить меня, я буду в своей хижине рядом с домом Уилксов. Уведи его из этого места, найди ему дом. Я не смогу закончить эксперимент, если он будет мельтешить вокруг, задавая бесконечные вопросы. Ты разве не можешь взять на себя ответственность за смерть его отца? Ты что, не понимаешь, что сломал ему жизнь? Тебе нужно было хотя бы сказать ему, что он жив, что ты жив? Он думал, что совсем одинок. Да, ну теперь выберем. Все учёные принимают ответственность за свои ошибки. Это профессиональное. Я доведу этот эксперимент до конца, не зацикливаясь на проблемах высокой морали. Если я позволю эмоциям овладеть мной, выйдет, что всё потраченное время и силы пропали впустую. Он бы я робота бы отдал, вот было бы круто. Ты что, не понимаешь, что сломал ему жизнь? У тебя своё мнение, а у меня своё. Но я всё равно. Я здесь для того, чтобы закончить эксперимент любой ценой. Если это означает потерю нескольких жизней, чтобы сберечь целые поколения в будущем, это небольшая цена. Так, тебе нужно было хотим сказать... Я не могу рисковать, покинув это место. Мне нужно продолжать наблюдение за яслями, чтобы узнать, какие мутации возникнут в следующем поколении. Мне нет времени на детей и их детские игры. Что они знают о том, как важен мой труд? Действительно. Так, что я ещё могу спросить? Дай мне свою метагенную прививку. Изумительно. Какую инъекцию ты хочешь сделать? Тебе больше нравится муравьиный глаз или муравьиная сила? Так, глаз усиливает восприятие, а сила увеличивает мускулу. Давайте силу увеличим. Изумительно. Будет тебе муравьиная сила. Пожалуйста, постой спокойно. Ой-ой-ой. Я боюсь уколов. Ау, петух. Вы теперь обладаете силой и огнеупорностью огненных муравьёв. Ге, ещё ваша сила увеличится на 1, получает 20%. Вот это класс. Вот это спасибо, доктор. Да, а что тебе нужно? Да мне ничего не нужно. Я пойду посмотрю, как тебя сейчас муравей убьёт. и пойду сдавать класс, по идее, проводник. Бла-бла-бла-бла-бла. Что у вас тут есть в терминале? Пусть он пока идёт там. Петух. 50. 50 науки мне надо, да? 50 науки, да? Для этого мне надо 50 наук. Сейчас посмотрим, какой я меткий. Ну-ка, ну-ка. Какой он делся? А, спустился. Сейчас походи кому. Пропишу, пока он в дверь не зашёл. Проверю, умрёт из одного высого или нет. Нет. Петух убежал. Ладно, я не хочу этого делать. Хотя, подождите, подождите. Один разочек. Один раз. Мне всё-таки, всё-таки не хватает. Ну ладно, хрен с ним. Пошли посмотрим. По идее, он умереть должен. А с его тела я получу, может быть, какой-нибудь ключ от его терминалов. Использую их и уничтожу муравьёв. Вот такой вот у меня план. Чё-то я уже пройти успел так быстро. Или по скрипту. Видите, какой-то сайд-квест. А как интересно. Проходим уже две части с половиной. Капает. Ну что, доктор, давай-давай. Давай-давай. Что-то там бегаешь в какой-нибудь даун. Плюнет он по мне наверняка, да? Конечно, по мне. Как же не по мне. Доктор, вы... Член насос. Как так может быть? Ну, психопат. Сейчас он к нему повернётся и... Хотя, ребята, я задание выполнил. Можно его и шлёпнуть. Ну, доктор, в смысле. Посмотрим, что в нём есть. Сейчас. Кстати, тут разгоночка есть. Типа, быстрая в бега на альт. Нет, на альт, приближение, как и на правую кнопку. Странно. Ладно. Перецепт. Оуу, додж не вышел. Додж не вышел, додж не вышел. Где этот доктор? Смешно, бе-бе-бе-ж. Ну, что ж, блин, как же вернуться от этого дерьма всякого? Плюй, плюй. Ух ты. Ух ты. Теперь попасть бы по нему. Хо-хо-хо-хо. Надо проверить только. Ну, вот как я и думал. Теперь резко надо полечиться. Мне надо быть уверен, что он хороший. А если он плохой, то хрен с ним. Ну, что у нас тут? Послать ингибирующий импульс, уничтожить мутаген, синтезировать новую формулу мутагена. Приветствую вас. Что вам? Требуется мастер-код. Уничтожить мутаген. Послать ингибирующий импульс. Импульс послан. Уничтожить. Мутаген уничтожен. Ну, карма от этого повысилась, да? Это все здорово. Эй, я... Извините. Да, понятно. Голос не опознан. Ладно, добегу до того компьютера, посмотрю, что там. Если ничего, то загружусь и пойдем без убийства доктора. В целом, я потерял карму на том, что убил доктора и повысил ее на том, что нейтрализовал этот... Да-да-да-да, что-то там. Хрен с ним. В общем, никакой разницы. Ну, конечно, наверное, за нейтрализацию этого мутагена я получил больше кармы. Но мне все равно. Хорошая карма, плохая. Я как-то не сильно вижу, на что она влияет. Там как бы один чувак только сказал, вот, у тебя слишком хорошая карма, я с тобой не пойду. Ну и хрен с ним-то. Карма понизилась, слышу я. Личные заметки. Это старый, с того еще. Открыть дверь в инкубаторий. Дверь открыта. Что за инкубаторий? Я думаю, этого доктора уже не волнует. Буду я спать на его кровати или нет? И моего главного героя тоже не должно это сильно волновать. Вообще, бегать туда-сюда уже надоело. Это, конечно, весело, но как будто в ММО играю. Пойди поговори с этим, поговори с этим, убей того, возьми то, отнеси то, нажми там. Ну, сейчас он меня убьет, потому что я там буду копаться. Так что... Импульс... Уничтожен. Требуется мастер-код. Мастер-коды. А где робот? А, вон он ходит. Сейчас найду его усики. А, усики, правда. Сейчас, сейчас, сейчас. Отмена, отмена. Главное, выделить их. Ну, смотрите, по усикам правда урон наносит. Сейчас я попробую взять нож и посмотреть, сильно ли будет рубить. М-м-м. Ну ладно. Местами этот кусок дерьма слишком бессмертен. Ну, в общем, вы поняли, что всякая херня тут происходит. Все. Пойду сообщать, и все. Доктор умер, все умерли. Все правда. Получаем опыт и улетели. О, как часть-то долго длится уже. Надо быстренько добежать уже. Так. 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 Самый быстрый бы путь испомнить, да хрен тут вспомнишь. Пойду по тому, по которому в первый раз шел, по идее. Больше всего вроде запомнился. Да и муравьев тут было больше всего, по-моему. Как ни странно. Ну вот. Как ни странно, с галимым оружием, со слабым уроном, при помощи мин, гранаты и всяких подручных средств. Если же нам у нас получилось забороть этих чертовых муравьев, не туда иду. Супер-мутантов только что не убили. Это уж слишком для меня сейчас. Супер-мутанты, да они. Супер. Так, ну давай уже выходи. Я не понимаю. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. И не прибегаю. Вот выход. Сейчас выхожу, а там куча еще муравьев. Ух ты. Не самое плохое небо в этой игре. Никогда не смотрел на него. Кстати, может тут что-нибудь есть. Я диркола, мне не нужно. Может сейв какой-нибудь. Теперь я знаю, что такое готовая еда. Шутка, ну... Так странно. Ни с того ни с сего все муравьи взяли и начали друг с другом воевать. Как будто все с ума посходили. Жутко было, но при этом круто, если ты меня понимаешь. Так, ты в безопасности, это хорошо. Хотел бы я чем-нибудь наградить тебя, но у меня на самом деле ничего нет. Я так понимаю, теперь ты уйдешь и мне придется выживать тут одному. Надеюсь, что ты когда-нибудь навестишь меня. Я не могу оставить тебя здесь одного. Давай, найду тебе место, где можно жить. Правда? Ты серьезно? О, спасибо тебе огромное. Я буду ждать в своем старом доме, пока ты вернешься. Мне все равно нужно похоронить папу. Только не забудь про меня. Так. Так, ты знаешь, где мне искать кого-то, кто мог бы приглядеть за тобой? Ну, папа всегда говорил, что у меня есть тетка Вера. Она где-то живет на каком-то большом, здоровенном корабле. Ну, что-то такое. Папа называл это место Ривит Сити, но я не знаю, где это. Все дороги ведут в Ривит Сити. Понятно. Ладно. Ладно. Хрен с ним. Закончим на этом вот участнике. Пойду я докладывать о этом городке уже в следующей части. Так что, на пока. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И пока. Увидимся в следующей счастья. Субтитры создавал DimaTorzok